23 сентября мы начали третий сезон битвы корпораций, который действительно отличается от предыдущих двух сезонов как минимум своей наполняемостью. В этом сезоне у нас стартовало уникальное количество 24 компаний. В течение трехлетних месяцев мы провели полноценную заявочную кампанию и успели зарегистрировать, я повторюсь, 24 компаний. Действительно, битва корпораций стала больше не только количественно, она стала больше и интереснее по именам. Такие компании, как ФЭТ, Турбоатом, Банк Креди Агриколь, IT-компании G5 и Промода, они действительно пополнили в хорошем смысле не только количество, повторюсь, но и качественно пополнили битву корпораций. Загадывать не буду, но есть такое ощущение, что это, наверное, будет самый напряженный сезон битвы корпораций. Мы в каждом сезоне стараемся что-то менять, добавлять новые виды спорта, что-то где-то менять местами, находить те идеальные сочетания, чтобы они были удобны и по времени для компаний, и по сезону года. В этом, я думаю, решили стартовать не с гольфа, а с покера. Все-таки покер, он располагает в такой более домашней атмосфере. Нет, скажем так, мокрых футболок и раздевалок, нет вылетающих команд. Есть большое количество человек, а на покере их стартовало порядка 100. Они сидят все в одном месте, они сидят за столами, общаются, знакомятся. И это для открытия нам было очень важно, чтобы люди увидели друг друга, увидели другие команды, познакомились хотя бы на каком-то этапе и в дальнейшем уже более лояльно относились друг к другу. Первое впечатление – очень тяжело. На самом деле, 90 с чем-то человек, это очень тяжело. Напряжение, а вот сейчас с каждым кругом все, оно все возрастает. Уже два раза вулын ходил, уже на грани. Мы уже участвуем в третий сезон, но покер для нас – это впервые, это вообще мой первый опыт. Я до позавчера не умел играть и не знал правил. По поводу прогресса, он налицо, это мы можем видеть в этом переполненном зале. Новые команды, новые участники, новые лица. Это всегда хорошо, это всегда конкурентно, это всегда добавляет азарта. И я надеюсь, мастерства. Впечатления очень положительные, очень люблю ваш турнир. Готовились очень легко и просто, почитали правила, пару раз поиграли домашними фишечками, комбинацией. Адреналин, конечно, сумасшедший, очень понравилась организация. Спасибо вам. Ну, если вы обращали внимание, вы обращали внимание на предыдущие два сезона. Я универсал, я играю во всех этапах. Сейчас я поставку сделал на покер, новичкам везет, фу-фу-фу, мне повезло. И, наверное, хотелось бы отличиться в футболе и бадминтонии. Упираться будем в каждом виде спорта. Постараемся в некоторых хотя бы в тройку попасть. Я думаю, сейчас будет потяжелее, потому что все-таки люди есть, которые более спортивные в компаниях. Среди айтишников не так много спортсменов, я так думаю. Я думаю, настольный теннис, надеюсь, что пляжный волейбол, возможно, бадминтон тоже неплохо должно быть у нас. В финале была такая борьба, позиции всех игроков менялись очень быстро. И вроде бы тот, кто должен был стать чемпионом, он ушел четвертым. Поэтому тут удача, столько удачи и какой-то фарт, кому какая карта. Я даже такого результата не ожидала от самой себя. Поэтому достойный результат, я считаю, для меня как новичка и еще девушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова